Праздники у селян Какие маленькие они Красивые, маленькие Да, да, кушать хотите, да? Ну, все, надо тебе Маленькая Клавдия Игнатьева приходит на Абашевскую ферму каждый день вот уже 50 лет Ее мама, вернувшись с Великой Отечественной войны, стала работать дояркой В пять лет и маленькая Клава начала ей помогать Вручную доели мне пять лет Была у меня корова, была лисичка Длинные соски, мягкие соски Большое вымя И я каждое утро и каждый вечер эту корову доила Если меня мама не разбудит, если я сама не встаю Все, это обрал для меня было На ферме ночевала, чтобы не проспать Пять лет Абашевская ферма одна из самых старых Построена в начале 70-х годов и работать здесь сложнее, чем в современных коровниках Но Клавдия Фирсовна не жалуется Говорит, если любишь свое дело, все получается легко Они заставляют разговаривать Привет говорим Каждое утро? Каждое утро Если они сытые, для нас это радость Когда они оттелят, приплод получаем, это радость для нас Когда привес хороший, радость тоже для нас Все нормально, молоко прибавляется, радость У Абашевской фермы богатая история В конце 70-х годов про колхоз имени Ленина снимали документальный фильм Плохи тогда были дела План не выполнялся по всем показателям Прибыли не было никакой Одни убытки Коровник вообще грозился обрушиться Этим, можно сказать, никто не занимался План по выходу телят не выполняем Много на ферме пьяниц Скотников не хватает Молодежь на ферму не идет Эх, и болело тогда сердце у Клавдии Фирсовны Очень горько и обидно было за коллег, за себя Ведь до этого колхоз был в передовиках Работящую молодежь посылали на разные мероприятия Когда я работала в 1966 году Я получила медаль за трудовую доблесть И в мае, это в апреле получила А в мае месяце меня избрали делегатом на 15-го следствия комсомола Я была делегатом 15-го следствия комсомола Приехали в Москву на поезде Казанский вокзал, для меня казалось, Казанский вокзал Это Москва Я говорю, как Москву? Это же 1966 год Деревенская девчонка Кроме Тебоксар, никуда не ездила И у меня в голове, почему Москва все покрыта Крыша над Москвой Идем Диктор говорит, вот шагает до ярко-абашевской фермы Груздева Клавдия Фирсовна Я удивилась, в Москве меня знают Кто, откуда знают меня Потом на чувашском языке Вот Абашевская фермы, джидуярка Груздева Клавдия Фирсовна Меня цветы дали Я откуда думала, откуда меня знают Конечно, интересно Я же первый раз еще в белых туфлях Туфлях Туфли с шпильками Еще девчонка была, баттеровская Катя Она свинаркой работала Там, когда по Красному площадью идешь У нас же шпильки шлик-шлик Как трудно было Не знали ходить Потом-то, конечно, на шпильках ходить научилась А удивлялась еще долго Бывала не только в Москве, но и за границей И с космонавтами встречалась А вот в 70-х годах все изменилось Колхозники терпели недолго Взяли и поменяли председателя Но не просто наняли на работу нового человека А поддержали его во всем Дело пошло на лад Истина рождалась не по приказу, а в спорах Вместе искали верные решения Я заведующий фермы, например, у своей фермы Дум, знаю хорошо Вот придет руководитель Укажет, делает то, а это не делает Нам кажется, что самостоятельность Обязательно надо самостоятельность Потому что без самостоятельности Только под сказкой да указкой Тут никакие дела не решаются Вот такой была и остается Клавдия Фирсовна Честной, преданной своему делу И искренне верящей, что ее профессия Будет всегда востребованной Молодежь должна понять Сегодня сельскохозяйственные специальности Такие же престижные, как и в других отраслях Когда я маленькая была, я помню Так ругали детей Если будешь плохо учиться Пойдешь на ферму коров пасти А сейчас попробуйте Тут работать, видите Миксер работает, трактор, миксер Не умеешь? Не сможешь Доза акра у нас Дробилками зерном оловли, посыпку делали У нас доза акра стоит Там не только Полноценный комбикорм мы делаем Витамины добавляем, что положено Не знаешь, не можешь работать Восемьдесят горов Доярка доит Четырьмя аппаратами Не умеешь, не сможешь Плохо работаешь Не только одна корова У тебя молоко не будет давать Все, стадо не будет давать Тут вот в чем дело у нас Сегодня абашевская ферма Одна из самых эффективных Последние два года удерживают Едва ли не самые высокие показатели Каждая корова дает Больше шести тысяч килограммов молока в год А все потому, что здесь работают люди Которым их труд в радость Про свой сад Виталий Иванович Юрьев Может рассказывать часами Пятьдесят шесть яблоней Одиннадцать сортов Иногда бывает больше До тридцати двух Количество сортов меняется каждый год По желанию садовода Вот это дерево Плодоносил в этом году До невозможности Но мне не понравилось Его размеры Хранение Вот видите Я прошлую субботу Он все перерезал А следующий Вестой придете А там уже Русские пойдут Если вы думаете Что Виталий Иванович Всю жизнь выращивал сады Ничего подобного Он работал в хмелеводстве Тогда цивильский совхоз Рассвет Был одним из самых крупных Производителей зеленого золота И потом Выйдя на пенсию Трудился в филиале Научно-исследовательского Института хмелеводства Под моим руководством Изобрели 22 хмелемашины Включая От баронального агрегата До хмелеуборочного комбайна Вот этот хмелеуборочный комбайн Прошел государственное испытание По острым миссам У себя Когда Григорьев был министром Два экземляра Дали опытной партии изготавливать Его фактически изготовили Семь штук И представляете Чешский комбайн Обслуживает 18 человек И дает 7-9% примеси Ну, ветос, килиси и так далее Этот комбайн Обслуживает 3 человека 0,5% примеси И производительность выше Чешский комбайн Но великому сожалению Как упадок хмеля пошло Его не стали финансировать И сейчас очень трудно будет вернуться к этому Виталий Иванович считает Хмелеводство для Чуваши Одно из самых перспективных направлений Прежнюю славу и прежние объемы Восстановить можно и должно А второе, на что надо обратить внимание Садоводство Оно тоже незаслуженно забыто Ну, тогда единственное Плохое воспоминание Таких хранящих Таких суперсортов не было Антоновка, Анис И такие Ну, убытные сорта были А сейчас уже Как бы сказать Народ уже Поумнел И садовый прогресс идет вперед Это обязательно надо развивать Вот представляете Я с утра до вечера В саду Потом покажу Картофельное поле Овощной участок Работаю И работаю от души Потом вот зайду сюда Умоюсь капитально Прямую горячую тушь Переоденусь Уже ничего не делаю Каждый день Один круг сделаю Иначе я уснуть не могу Вот такая привычка Я вот буквально наслаждаюсь Это, знаете Очень приятно Когда-то Виталий Иванович Купил в одном питомнике Десять саженцев Яблонь Посадил Но когда увидел Что из них выросло Очень расстроился Заказывал-то совсем не те сорта Пришлось самому браться за дело Сегодня в его саду Столбиков с названиями Больше, чем стволов деревьев Это Джонатан я привел Вот Вон, видите Основа Вот Уже они пошли Джонатан А потом Московский пол Знёс Остальные Вон привил Вот они Вот привитые Всё пошли А сейчас Весной Ещё Вот это Опять спилю Вот эти привитые пошли Спилю Снова Продолжаю прививку И Потом Остаётся только ждать Каждая яблоня Из Юрьевского сада Даёт хороший урожай И покупатели Постоянное есть Всего этим летом реализовал продукции на 30 тысяч рублей Но садоводством Виталий Иванович занимается не ради денег, а из научного интереса У меня задача Почему 56 яблонь? Чтобы ветер, не ветер Чтобы яблоки не упали Весели А так бывает Как маленький ветер Все на полу Это не дело Чтобы Хотя бы не год так 9-8 месяцев хранили Жене Целость и сохранность Не просто там кое-как Целость и сохранность Чтобы они были вкусные Чтобы они были красивые Вот если Четырём требованиям не отвечают Хотя бы Одно требование Или что Я сразу Спилю И переприваю Испытными сортами Виталий Иванович постоянно участвует В конференциях и совещаниях садоводов А начинающим советует Предпочтение надо отдавать Отечественным сортам Недоумевает Как могли импортные яблоки Наводнить наши прилавки Ведь местные, если подойти с умом Во много раз лучше Вот живой пример Краснодарский сорт Это считай наш Но наш климат Для него не подходит Он гибнет у нас Именно надо В основном Сегодня посадил дичок Год постоит Укоренится В следующем году привить Вот самый надежный способ Я вот всегда вот так делаю Сейчас урожай собран Сад приведен в порядок А Виталий Иванович Начинает подготовку к весне Листает каталоги Просматривает садоводческие журналы Прикидывает, какие сорта привить И через пару-тройку лет В его коллекции Наверняка появится Еще несколько ценных экземпляров Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова